В Иркутске уже несколько дней стоит жаркая погода. Желающих расслабиться и спрятаться от солнца у воды много. А вот профессиональных спасателей на пляжах нет. Вся ответственность падает на плечи отдыхающих или работников общественного пляжа. Александр Кочергин уже второй месяц катает иркутян на водных аттракционах. Рассказывает, никогда не умел оказывать первую помощь утопающему. Но несколько дней назад посмотрел обучающее видео. К сожалению, пригодилось. Я плыл на лодке, увидел, что человека выносят втроем на берег. Уже мертвого, уже синего, уже без дыханного. Я среагировал, подплыл к берегу. Я смотрю, что люди растерялись. Никто не знает, что делать. Я это все сделал, дыхание пошло, человек остался жив. По словам сотрудников МЧС, многие иркутяне не знают, как помочь утопающему. Профилактическую акцию с мастер-классами по оказанию первой помощи при утоплении провели для всех желающих на заливе и Кобе, в теплых озерах и у ледокола Ангара. Мы вот сами даже сейчас видим, что не все заинтересованы подойти и посмотреть. А те заинтересованы, конечно, поколения старшего поколения. Естественно, совсем малыши, которым просто это интересно. И в рамках вот этой вот игры, вот этого обучения, они получают на подсознание определенные знания. И взрослые, которые нам потом в социальных сетях пишут, вот, например, в случае, который на теплых озерах был, он говорит, что я просто видел это по телевизору, как спасатель оказывает помощь. Я это все сделал и, естественно, вытащил человека и спас. На мастер-классах сотрудники МЧС рассказали, как правильно вытащить утопающего из воды. Также на специальном манекене-тренажере студенты-медики объяснили основы первой доврачебной помощи. Мы обогащаем кровь кислородом и при этом, когда проводим компрессию, начинает рапулировать по телу человека и снабжает мозг кислородом. Это самое важное, что если даже мы спасем человека, он останется здоров, у него также будут функционировать все мозговые функции. Если мы будем просто проводить компрессию, то есть надавливаемую на грудную клетку, то клетки мозга могут умирать из-за того, что недостаток кислорода в организме. Любой желающий сразу после объяснений мог самостоятельно отработать приемы сердечно-легочной реанимации. Практику прохожу по техносферной безопасности, то есть цена обязанности. И вот пришел посмотреть, как оказывается первая помощь при утопающем. Кроме таких мастер-классов в Иркутске проводят и другие профилактические мероприятия. Спасатели регулярно ездят с рейдовыми проверками. В местах массового отдыха теперь работает звуковое оповещение об опасном поведении в воде. Кроме того, на всех городских пляжах появились таблички, запрещающие купание в определенных местах. Екатерина Сравацкая, Артур Ощупкин. Новости сейчас. Продолжение следует...